Влиятельные и успешные женщины со всего мира собрались в Исландии. Там проходит всемирный форум женщин-политических лидеров. Это президенты, премьеры, депутаты. Сегодня был заключительный третий день саммита, на котором представлена и Украина. С какими результатами возвращаются наши депутаты, узнаем у Светланы Чернецкой. Им есть чем поделиться друг с другом. Этих женщин объединяет борьба за гендерное равенство. Своим примером они показывают, что слабый пол не такой уж и слабый. Все присутствующие в зале сделали успешную карьеру. Большинство из них – политики. Очень важно, что Украина представлена на форуме. Ведь по сути мы все хотим одного и того же – мира, здоровья, образования. Страны, каждая по-своему, преуспели в этих вопросах. И это прекрасная возможность поучиться друг у друга. А вот подрастающее поколение женщин-лидеров. Девушек пригласили на форум, чтобы показать, к чему стремиться. Одна из главных задач саммита – разработать методы, как привлекать в политику больше представительниц прекрасного пола. Женщины составляют половину населения планеты. Мы так же важны, как и мужчины. В то же время мужчин-политиков гораздо больше, и это несправедливо. Я счастлива и горда участвовать в этом мероприятии. Для украинских депутатов даже перерывы на кофе – это возможность пообщаться с коллегами из разных стран. Они делятся нашими проблемами и достижениями, ищут советы и поддержку. Я уверена, что благодаря этому саммиту мы получим, во-первых, интеллектуальную поддержку в разрешении многих вопросов, актуальных для Украины. Я не сомневаюсь в том, что это будет политическая поддержка, и где-то, может быть, можем рассчитывать на финансовую поддержку, особенно в проектах, связанных со здоровьем, материнством, детством. Это уникальная встреча. Женщины собираются вместе, чтобы не только обменяться опытом, но и предложить свои варианты решения проблем в современном мире. В одном месте удалось собрать около 400 женщин-лидеров со всего мира. Это президенты, премьеры, министры, депутаты, руководители общественных организаций. И за эти три дня им удалось обсудить множество вопросов от равноправия и до достижения мира в разных уголках планеты. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер из Рейкьявика.